Здравствуйте, мои хорошие! Я очень рад вас приветствовать на канале Гороскоп. В очередной раз хочу попросить вас поддержать мой канал, поставить лайк и подписаться. И не забудьте нажать на колокольчик. Ну а мы начинаем. Любовный гороскоп на 13 августа 2019 года. Желаю вам приятного просмотра. Поехали! Небольшое вступление. Народная мудрость гласит, полюбить можно лишь то, что знаешь. С этим утверждением можно поспорить, а как же любовь с первого взгляда? Но только не в этот день. В этот день звезды предсказывают консерватизм в отношениях, так что возможность новых знакомств и командировочных романов минимальна. Зато это прекрасный день для того, чтобы насладиться уже устаканившимися отношениями, наполнив их романтикой, нежностью и другими проявлениями истинной любви. Овен. Если в последнее время Овен пустил свои отношения с любимым человеком на самотёк, то в этот день ему пора начать возвращать утраченный контроль, а для начала оценить ситуацию. Совсем неплохо, если Овен в этот день измерит свои отношения линейкой, взвесит все «за» и «против». Даст оценку своим чувствам и действиям. Такой логический подход поможет ему проникнуть в самую суть и даст ответ на многие вопросы. Телец. В этот день звезды ни в коем случае не советуют Тельцу выяснять отношения со своим любимым человеком или даже просто вступать в дискуссию с ним. Избранник Тельца будет настроен самым решительным и упрямым образом. Даже невинное возражение Тельца он способен превратить в спор. Чтобы этот день не прошёл в боевых стычках, Тельцу следует проявить максимум гибкости, а в спорных вопросах и вовсе держать своё мнение при себе. Близнецы. Даже если у Близнецов возникнут разногласия с любимым человеком, не стоит зацикливаться на этом. Близнецы и их избранник разные, и их стремления не во всём обязаны совпадать. Главное, чтобы у Близнецов и их партнёра были общие точки соприкосновения и искренние желания понять друг друга. Но она сильно навязывает свою точку зрения в этот день не нужно. Если правота на стороне Близнецов, со временем любимый человек придёт к этой мысли сам. Рак. Ситуация в делах сердечных может поставить Рака перед выбором. И сделать этот выбор ему будет ой как нелегко. Возможно, Раку придётся выбирать среди кандидатов на свою руку и сердце. Или же решить, с кем пойдёт на свидание. А может быть, Рак не знает, как поступить в отношениях с любимым человеком и перебирает возможные варианты действий. Так или иначе, ему не стоит спешить. Окончательно решить что-либо в этот день у Рака вряд ли получится. Лев. Лев в обсуждении любовных вопросов будет демонстрировать логический подход. Тогда как его любимый человек, напротив, способен любую тему превратить в весёлую шутку. Такое несерьёзное поведение партнёра может раздражать Льва. Но это будет зря. В этот день два таких разных взгляда на жизнь будут прекрасно дополнять друг другу. Избранник Льва поможет ему на многие вещи посмотреть под новым углом. Дева. Деве необходимо проявить внимание и чуткость по отношению к своему любимому человеку. Возможно, он нуждается в помощи Девы, её совете или моральной поддержке. Лучше всего, если Дева в этот день не будет ждать от избранника прямых просьб, тем более, что их может и не быть, а сама почувствует его настрой и предложит помощь. Такое проявление искренней заботы – лучшее доказательство настоящей любви. Весы. Весам будет очень полезно получить совет со стороны относительно своей личной жизни. При этом им совсем не обязательно откровенничать и спрашивать чужое мнение напрямик. Звёзды советуют им обратить внимание на людей, которые счастливы в своих романтических отношениях. В этот день даже простой, ни к чему не обязывающий разговор с таким счастливцем поможет весам понять что-то новое и важное для себя. Скорпион. Скорпиону может показаться, что человек, который ему нравится, не замечает его или даже намеренно игнорирует. По этому поводу Скорпион способен нафантазировать всё, что угодно и в итоге испортить себе настроение. Однако звёзды советуют ему не делать поспешных выводов, ведь этот день совсем не показателен. Может быть, избранник Скорпиона просто устал? В конце концов, даже у настоящей любви не всегда есть силы махать крыльями. Стрелец. В этот день, если Стрелец хочет сказать своему любимому человеку что-то важное, звёзды советуют ему сделать это в необычной письменной форме. Неважно, пошлёт ли Стрелец своему избраннику СМС, письмо по электронной почте или просто изложит на бумаге свои мысли и отдаст ему листок, в этот день такая дополнительная форма общения поможет Стрелцу и его партнёру лучше понять друг друга, а заодно привести в порядок свои собственные мысли, сформулировав их. Козерог. В делах любовных звёзды не советуют Козерогу ждать у моря погоды, его счастья в его собственных руках. Если у Козерога есть план, как обратить на себя внимание своего избранника, укрепить отношения с любым человеком или вывести их на новый уровень, самое время для того, чтобы начать действовать прямо в этот день, здесь и сейчас. Если же такого плана у Козерога нет, ему стоит потратить день на то, чтобы его придумать. В будущем это ему обязательно пригодится. Водолей. Это не лучший день для Водолея в романтическом плане. Вернее, день для этого просто никакой. Звёзды предлагают ему отдохнуть от любовных переживаний и переключить своё внимание на те сферы жизни, где их нет. Например, сходить куда-нибудь вместе с друзьями, уделить время работе, близким или себе самому. Иногда чувствам просто необходимо давать передышку, если Водолей не хочет раньше времени перегореть. Рыбы. У рыб бунтарский настрой, всё привычное будет казаться им ужасно пресным и скучным, если рыбы пока одиноки, не исключено, что они заведут весьма необычные знакомства с человеком, который не совсем в их вкусе. Если же у рыб есть партнёр, звёзды в этот день советуют им не заглядываться на лиц противоположного пола, а воплотить свои фантазии в жизнь вместе с ним. Это обеспечит рыбам необходимый накал страстей и остроту ощущений. Благодарю вас за внимание, мои хорошие. Желаю вам отличного дня и прекрасного настроения. Любите и будьте любимы. До новых встреч. Пока-пока.